И она ко мне подходит, делает дуэт, и у меня все из рук падает, ее надо потом кинуть. Всем привет, это Таня Простанцев. Друзья, такую тему давно хотела снять, но все откладывала, и сегодня вот этот момент настал. Тема дуэтного танца, мы вместе с артистами Театра Станиславского, нашей хорошо знакомой Настей Леменько и новым нашим другом, я надеюсь, Евгением Жуковым. Привет, ребята! Мы сегодня разберем, ну, конечно, не базисно, то есть не прямо полноценный мастер-класс, просто ребята покажут какие-то свои любимые, нелюбимые, может быть, поддержки, обводки, и расскажут, как же это все чудо происходит на сцене, потому что кажется со стороны, что это что-то, пау, как, на одном пальце поднял балерину, и так далее. Ну, вопросы такие задают, а как? Сейчас, кстати, я хотела вот немножко пообщаться, перед тем, как мы начнем, смеяться можно. Нет, на самом деле, честно скажу, для людей, которые далеки, и вообще никогда не пробовали балет, и тем более дуэт, это кажется волшебством, это кажется очень легко со стороны всегда, когда отрепетировано, хорошо? Я вот сейчас скажу просто такой момент, еще мужчины, которые ходят в спортзал, думают, что они вот так вот легко возьмут и повторят какую-нибудь поддержку, потому что поднимают сильные, большие веса и так далее, но живой вес это совсем другая история, потому что центр тяжести по-другому, и это вот для меня иногда тоже загадка, как ребята вообще такие думают, ну, это же живое тело, а не театр! Партнер выпуска бренд Мэла. Артистам балета нужны сильные и крепкие руки, мужчинам для того, чтобы поднимать балерин, а женщинам для того, чтобы крепко держаться за партнера, и тем и другим для занятий подадут вот такие гантели бренда Мэла по одному килограмму. У них идеальная форма, равномерное распределение веса. Выполнены из переработанной нержавеющей стали с оболочкой из мягкого силикона. Гантели даже просто приятно держать в руках. Приобрести гантели бренда Мэла можно по ссылке в описании под этим видео. По промокоду ТАНЯТАНЦЫ будет скидка 10%. Давайте несколько вопросов, которые чаще всего даже у меня спрашивали. Ну, первое, как вы не стесняетесь? Ну, как бы, там, берутся как-то, особенно, вот, не знаю, есть такие поддержки, турчик называется и так далее. Как это вот происходит? Многие думают, это же такие интимные места. Давай, рассказывай. Не, не, мне кажется, это вопрос к балерине, потому что, мне кажется, партнер не задумывается об этом. Это больше вопрос к девочке, что она чувствует. Не, на самом деле, это абсолютно такая уже профессиональная деформация, потому что в такие моменты ты не задумываешься, там, приятно, удобно, неудобно. Ты в первую очередь сфокусирован на техническом элементе, как его нужно выполнить, как не травмировать себя и партнера. Мне кажется, это основное. Нет, просто задача, совершенно другая задача стоит, сделать поддержку и сделать ее максимально комфортно и безопасно. И здесь взаимная такая идет помощь, поддержка друг друга. Ну и плюс мы в этой среде варимся с детства, и дуэтный танец у нас начинается с какого? С первого курса? С пятого, с первого курса. Ну, в общем, с 15-16 лет, тем не менее, мы начинаем входить в эту тематику дуэтного танца. И как бы уже нет такого, что это странно, неудобно, а это работа. Для обычного человека это действительно немного странно и вызывает какие-то непонятные, мне кажется, эмоции и чувства, и ощущения, почему девочка-балерина позволяет себе вот так вот, скажем, трогать. Ну, это толк, наверное, рассматривать. Не все рассматривают зрителей, к счастью, не все об этом задумывают. Скажу вам, как еще сторона зрителя. Мне кажется, да, больше, наверное, задумываются люди, которые больше интересуются этой темой. А для зрителя, ну, не то чтобы обывателя, а не завсегдатая, как бы просто чудо, магия происходит, как вообще такие сложные вещи делаются там на одной руке. Так, второй вопрос. Второй вопрос. А если, допустим, состоят там в отношениях артисты, ну, замужем, женат или там просто встречаются, ревнуют ли вторые половинки? Ну, я просто не буду как бы ваш статус там трогать, но вопрос такой даже у меня был, когда я какие-то видео выкладывала от подруг, а как твой там муж? Мне кажется, такие вопросы постоянно есть, и мы просто не заглядываем в голову лично человеку, который это может испытывать. Ну, наверняка что-то происходит, какая-то ревность и, не знаю, такие сложные ощущения и чувства по отношению к своей партнерше, когда с кем-то она другим танцует, а не с ним. Но это работа прежде всего, и это нужно убирать. Ну, и мне кажется, тоже все индивидуально, это уже зависит от того, если, допустим, это балетная пара, и они танцуют с разными людьми, это зависит уже от человека, как он умеет выстраивать отношения внутри своей пары, как они договариваются и прочее. Потому что все мы разные, кто-то ревнивый, кто-то неревнивый, кто-то так выстраивает, кто-то по-другому. Есть балетные пары у нас в театре, там муж, жена, которые, наоборот, всегда вместе танцуют и постоянно ругаются, и они просят их вместе не ставить, чтобы меньше было конфликтов. Мне кажется, это самый идеальный вообще вариант, чтобы как можно меньше танцевать со второй половинкой. Ну и плюс еще нервничаешь, наверное, больше. Ну да, друг за другом, мне кажется, начинаешь переживать больше, чем когда ты один танцуешь с другой партнершей. Вопрос еще такой, Женя, по поводу того, нет ли страха уронить, и вообще вот эта история, не поймать. Да нет, мне кажется, нет страха уронить, потому что не было такого случая, фу-фу-фу-фу-фу, да. Я больше иногда переживаю за то, что партнерш может себя чувствовать неуверенно, но, слава богу, партнерш у меня замечательно, прекрасно, и доверяют мне полностью, вот. Но страха нет, страх, наверное, что-то просто может пойти не совсем гладко, как хотелось бы, вот. Так что... И что испытываешь, когда поднимаешь, тяжело ли действительно? Нет, это уже такая адаптация произошла за такой период времени, ну сколько, 8 лет в театре до этого, 8 лет в училище, и ты просто понимаешь, что это твоя особенность как партнера, специфика работы — поднимать балерину. Таскать? Да, то есть тратить свои силы именно на это. Это не что-то такое запредельное, господи, нужно сделать это еще, нет. Нормально, как бы, обычное дело — поднять балерину и все. Нормально. Наверное, такая еще фишка, которую нужно упомянуть, потому что не совсем тоже понимают, как работают поддержки, часто это не именно такая физическая сила, что ребята там идут и поднимают 100 килограмм в спортзале для того, чтобы нас поднять. Часто это такая работа биомеханики, именно приемов. Это координация. Координация приема, то есть как правильно сработают ноги, руки, как поможет, не поможет партнерша. И это тоже очень большой такой фактор, который играет на успех. Да, многие не то задействуют, мне кажется. Потому что иногда вот то, что я вижу, когда поднимают только за счет силы, это выглядит как раз для зрителя тяжело, выглядит не технично, а именно когда это координированная такая пружина и контакт. Как бы это все равно общая работа, потому что партнерша может усложнить партнеру работу или облегчить. И поэтому вот здесь тоже заключается очень много нюансов и такие вот детали, которые нарабатываются именно уже с опытом. Ну как раз давайте на этой волне вы нам расскажете какие-то фишечки, какие-то нюансики. А сейчас мы вот, нет, сейчас мы сделаем вот такую штуку, которую надо всегда сделать. Давайте. Каждое утро в вашем середине начинается. Это вот тоже для чего нужен партнер, чтобы подошел и выкруснул этот позвоночник. Это разогрев у артиста. Как надо одеваться? Красиво и комфортно. Нет, но вообще нельзя одевать на дуэт или нацут пальцы с какими-то открытыми спинами, с какими-то там необычными вырезами, потому что когда все равно крутишься, с пальцем он туда попасть. И тоже важно какой-то материал, потому что иногда, ну, как бы кто-то не запаривается, но бывают такие купальники, которые супер-скользкие, и это просто усложняет работу. Да, всю работу усложняет. Все работали на смарку. Последний акт, а ми танцует голову, животом. Да, да, да. А я как бы, ну и ладно, репетировали, репетировали. И она ко мне подходит, делает ревет. Мокрая, да? И у меня все из рук падает. Ее надо потом кинуть, а у меня там падает, это бы кошмар. Что сейчас будем показывать? Так, сейчас мы покажем момент поддержки переходов обводок из балета «Щелкунчик» из ПДД второго акта. Это самое начало дуэта. Второго акта ПДД, да. Хореография? Юрия Фоскова. Йоу. Йоу. Прям сразу с обводки? Ну да, давай с обводки станут, сперу я там дальше. Здесь достаточно необычные переходы, то есть это поэтому и является неоклассикой. Ну да, это не очень такие каноничные какие-то штуки, они преобразованы, скажем так, из классических в более вот такие вот а-ля современные вещи. Ну то есть вот таким вещам на уроках дуэтного танца в школе не учат. А как это сочиняется вообще? Мне интересно. Я понимаю, что вопрос рекламы. Это вопрос хореографа, я думаю, это просто его фантазия и все. Фантазия, фантазия. И уже методом проб-ошибок делаются разные вещи. Ну на самом деле это не просто он пришел и показал нам, вот это будем делать, это совместная работа происходит. То есть он приходит, у всех хореографов разный подход к придуманию, созданию какого-то спектакля. То есть данный хореограф был с нами в процессе и мы придумывали по уходу вот все вместе. То есть он еще и где-то мог пойти навстречу, один партнер, ну вот пара, допустим, приноровилась сделать какой-то элемент так, другая иначе. И он шел навстречу, потому что важно все равно находить комфорт, чтобы не было такой. Ну да, люди разные, арсисты разные и все одинаково делать невозможно. Поэтому каждый адаптировал немножко. Ну кто-то, допустим, может поддержку делать из ребят, кто-то, допустим, так держит, кто-то там по две. Кто-то на плечо посадит и может на плече нести. Вопрос. Над головой нога. Сколько раз было попыток, были ли попытки в голову? Как это техника безопасности? Ты же не видишь, где голова Жени? Кто-то он контролирует? Да, это мой контроль, наклониться, присесть пониже. Но это нет, там никто никого не задевал, там просто для девочки у нее теряется ориентация, пространство, она не понимает, где она находится, на ноге, не на ноге. Ей кажется, что все идет по плану. На самом деле нифига не по плану. Нет, но действительно вот про то, что мы говорили в начале беседы, очень важный фактор – это контакт, доверие. Потому что когда начинается вот это «нет, я сделаю так, нет, вот так, нет, вот так», это, во-первых, очень много тратится энергии на репетициях. И это вот как в любых взаимоотношениях очень важно уметь договариваться. То есть проговаривать мне это удобно, неудобно, сделай, пожалуйста, так, сделай по-другому. И вот в таком вот союзе удается сделать что-то хорошее, гладкое. Идем дальше? Идем дальше. А мы это не из какого-то спектакля, это можно так работать над координацией. Да просто разогреть тело, вестибулярно. Вообще такой лайфхак, вот расскажу для девчонок. Повращавшись с партнером, вот допустим, чем больше у тебя дуэтного танца, тем легче потом крутиться самой. Не знаю, наверное. Не знаю, наверное. Хова. Давай еще раз. Мы не согласовались с тобой. Мы не поняли друг друга. Вопрос, когда делать много вращений, как вы понимаете, что сейчас закончится ты и ты, ну вы и мальчика, девочка. Но вот тут такой момент, что я всегда, когда танцую, говорю, что я лучше буду стоять, лучше ты меня останавливайся. Ну еще есть музыкальная, как бы... Да, есть музыкальная концовка, если ты по музыке, мы оба понимаем, что все, то все. Иногда даже приходится докрутить, чтобы это прям... Ну давай просто... Пам-нам было. Давай, давай. Просто, просто, просто. Смотрите, Настя, ты смотришь куда-то в бок, да? На камеру сейчас, да, смотрела? Да. Мне, честно говоря, все равно куда-то смотреть, потому что я не понимаю, где у нас сейчас центр. То есть ты можешь смотреть вниз, и тебе не обязательно держать точку вперед. Нет, ну вот, допустим, а, ну вот фишку рассказать, лайфхак с Павловой Чикетти. Вот то, что... А, ну да. Необычный переход, это вот постановка Максима, и то, что я недавно придумала, там идет вот так вот пируэт, и если я ставлю точку сюда, мне сложно найти Жене эту руку и остановить. И то, что я призвала, что я делаю точку вот сюда, и я уже вижу руку, и я уже останавливаюсь. А мы сделали на спектакле? Да. Хорошо. Я уже забыл. Ну, и еще как бы легче становится, мы сейчас с Женей очень много всего вместе танцевали, и, соответственно, все равно больше, больше уже. Ну да, это... Какое-то взаимопонимание. Ты чувствуешь партнера лучше, сильнее. И ожидать знаешь, ну и доверие больше появляется, поэтому. Станцеваться, да, называется? Ну да. Станцеваться. А, кстати, вы можете выбирать, показать, я хочу с Женей танцевать? Ну, это не приветствуется, это не творчество, немножко не то. Ну, потому что все равно есть видение руководства. И как бы соотношение партнеров должно быть правильное, рост, там, не знаю, визуальное, внешне. Ну, в общем, это бывает, часто зависит не от нас, но вот так сложилось, что в течение этого сезона особенно много танцевали вместе. Нет, не значит, что мы только вместе танцуем. Я с другими партнершами, и Настя с другими партнерами, поэтому... Ну, просто, ну, как бы... Получается, что чуть больше, чем, ну, там, с другими, наверное, вот так. Аккуратно, я переживаю. Нет, 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 бывают такие вещи, которые все равно приходится терпеть, и тут уже ничего не сделать, потому что часто бывает, что руки вот где-то под ребра идут, и вот, допустим, сброс, он достаточно резкий, и это тоже такой лайфхак. Если делать его с выдохом, что ли, вот. Это все туда. А, кстати, как вы тоже, этот момент, когда именно будет сброс, тоже какая-то синергия происходит? Ну, это вот тоже умеет чувствовать, то есть я фокусируюсь на Жениных руках, и то есть он все равно делает вот как бы... Ну, да, невозможно просто мне взять и убрать руки. То есть у меня есть сигнал, который дает ей понять, что сейчас будет следующий какой-то переход. Вот, соответственно, я в этот момент понимаю, какую позицию, группировку, грубо говоря, мне нужно дальше принимать. Ну, еще, наверное, вот такая, допустим, моя персональная фишка, которая, мне кажется, помогает партнерам, которые со мной танцуют. Я не боюсь высоких поддержек, потому что есть девчонки, которые прям сразу вверху трясутся, и это прям усложняет жизнь. Да, это большая-большая проблема, на самом деле, когда партнер перестает доверять. Вот, потому что, соответственно, ты уже не такой сфокусированный, что ли, и тело сразу такое, не знаю. Диссонанс просто происходит. Ей кажется, что она сейчас сама все сделает наверху, а на самом деле она только добавляет проблем. Ну, как бы это ни звучало, так и есть, на самом деле. Но при этом ее можно оправдать тем, что партнер может быть не сильно опытный и... Или реально когда-то. Ну, или бывает, да. Да, то есть, чтобы... Не уверена, это нормально. И вы говорили, что важно, чтобы партнерша помогала, партнеру правильно группировалась. Давайте на примере этой поддержки вот, ну, как-то легко так Настя вверх взлетела. Ну, это Жень, я тут ничего не делаю. Ну, вот, даже вот это, вот так же из Юры после, когда вот сейчас вот так вот делай, и вот это опять, и вот это наверх то, что... Вот, а легко, да, это вот через. Да, вот. Давай, давай. Давай. И вот тут что происходит, Жень? Давай. И я просто... То есть, нас здесь не помогает, да? Ну, я чуть-чуть опираюсь с этой ногой. Ну, ты не отталкивалась. Я не отталкивалась. Ну, сейчас не совсем помогала. Сейчас даже на самом деле было не очень, но самое главное здесь вот партнерша просто быть, ну, вот как в планке, что ли. То есть, очень такой статичный, не быть секильдёй. Секильдя. Но иногда, вот, допустим, ну, то есть он всё равно опирается в мою ногу, и нельзя, чтобы нога полетела мне здесь своей рукой, и я ей даю небольшой упор. Ну, все равно это учит вас, когда вы только начинаете дуэт, правильно ли? Вот как правильно ребро, там, да? Ну, это вот, допустим, давай вот, самый обычный арабеск. Вот, то есть, как бы, обычный арабеск, это я покажу. То есть, вот это самое простое, это вот уже, до этого надо скучать, то есть, я ничего не делаю, мне максимально главное сохранять позу. А уже все вариации других поддержек там уже… Ну, просто на приёме вот этого ты, как бы, делаешь другие поддержки, используя эти приёмы. Ну, то есть, это одно из самого простого. Ну, да, ну, все, все поддержки всё равно будут основываться на какой-то подготовке перед контакт от партнёра и дальше, 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 дальше. Ну, и плюс, наверное, такая фишка, ты всё равно очень сильно задействуешь ноги. Ну, да, тут не просто руками поднимаешь, не просто корсетом. Ну, то есть, это как бы, потому что, если только руки, то это очень… Инерция, да, у нас от ног идёт, если она будет достаточная, значит, будет хорошая. Да, у девочки больше всё-таки, но если тут, как бы, не позволяет пространство, если, допустим, я, если ты бежишь, мне нужно правильно рассчитать расстояние и траекторию, откуда я буду толкаться. И, а дальше уже просто быть в достаточно таком статичном положении, чтобы он мог правильно руками взять в поддержку. Ну, ещё особенность просто строения есть тела у девочек, оно разное, и там у кого-то бёдра повыше, у кого-то чуть пошире, у кого-то поуже. И это тоже момент, когда тебе нужно немножко приноровиться, скажем так, к этой партнёрше, там, пониже взять, допустим, либо за бёдра просто взять, это будет удобно, нежели ты там за живот возьмёшь. То есть, это уже такие индивидуальные вещи, которые в зависимости от того, с кем ты танцуешь, ты тоже учитываешь. То есть, допустим, с Женей у нас похожие рычаги, мне очень комфортно. Там, допустим, были партнёры, которые выше намного, соответственно, им нужно было больше приседать, потому что я не очень высокая, или там из-за этого тоже вращение нужно было по-другому как-то принороваться. Но это всё равно уже потом с опытом ты понимаешь, что к чему. И давайте сделаем, знаете, что я придумала? Простую, очень известную, знаменитую, но многим это, наверное, будет интересно, рыбку, когда без рук. Правильно я сказала? Да. Выброси. Просто, чтобы ты рассказали, вы рассказали, чем держится балерина. Характером. Я разогрелся наконец-таки. Ура! Можно идти на сцену. Друзья, хочу сказать, что по каким-то причинам, неведомым нам, файлы этого выпуска, где Настя и Женя объясняют, в чём же секрет этой поддержки, где мы прощаемся с вами, потеряны или что-то с ними случилось, я не знаю. Поэтому я предлагаю вам сейчас написать в комментариях ваши варианты. Те, кто знает, тоже можете писать. Те, кто не знает, предположите, как же держится балерина в этой поддержке. Ну, а также пишите, понравился ли вам выпуск, снять ли что-то похожее про дуэтный танец, про поддержки, про какие, как снимать. Может быть, больше техники показать. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok